Библейский портал экзегет.ру представляет 11 глава книги «Премудрости Соломона» Неканонической книги Ветхого Завета Которую я читаю для библейского портала «Экзегет» В синодальном переводе И десятая уже была посвящена примерам действия «Премудрости» в историю Израиля Собственно, все, что происходит с правцами, с патриархами С израильским народом, это действие «Премудрости» в этом мире И это принципиально важно для этой книги Потому что «Премудрость» не просто некое свойство, общий принцип Это действие Бога в этом мире Подробно рассказано об исходе, потому что именно события исхода Это главный нарратив, главная история для израильского народа Собственно, его становление, возникновение как народа И установление отношений с Богом Она, «Премудрость» благоустроила дела Их, израильтян, руку из святого пророка Моисея Они прошли по необитаемой пустыне и на непроходных местах поставили шатры Там, где никто не ходит, они устанавливали свои стоянки Противостали неприятелям и отмстили врагам, тем, кто с ними сражался, кто их не пускал Томились жажду и возвали тебе, и дана была им вода из утесистой скалы И утоление жажды из твердого камня Когда Моисею ударил жезлом, и вода полилась Но с израильтянами так, а с другими не так Ибо чем наказаны были враги их, тем они, находясь в затруднении, были облагодетельствованы Имеется в виду, что при переходе через пустыню израильтяне получили то, чего были лишены египтяне во время пребывания израильтян и во время египетских казней Вместо источника постоянно текущей реки, смрадную кровью, возмущенной, имеется в виду, когда вода стала кровью в Египте В обличении их детоубийственного повеления, это неожиданно дало мобильную воду И это было потому, что египтяне хотели убивать всех израильских младенцев Ну и вот тогда вода стала кровью, а в пустыне наоборот Ты неожиданно дал им обильную воду, показав тогда через жажду, как ты наказал их противников Вот это намек на то, что противники как раз египтяне страдали от жажды Ибо когда они были испытываемы, подвергаясь, впрочем, милостивому вразумлению Тогда познали, как мучились во гневе судимые и нечестивые Потому что их ты испытывал, как отец израильтян А получает тех, как гневный царь, осуждая, наказал, истязал Значит, такой тяжелый синтаксис, но понятно, что израильтяне — это дети, которые проходят через испытания жажды И для укрепления их египтяне — это враги, которых он наказывает И отсутствовавшие, и присутствовавшие одинаково пострадали Их постигла сугубая скорбь истинание от воспоминаний о прошедшем Они когда услышали, что через их наказание те были облагодетельствованы, познали Господа То есть, смотрите, и для египтян это тоже важно Египтяне — не просто враги, которых надо погубить, это те, кому надо объяснить И это и происходит Кого не прежде как отверженного отреклись с ругательством, то есть Бога Тому впоследствии события удивлялись, претерпев не одинаково справедными жажда Жажду терпели те и другие, но у праведников она закончилась водой из скалы, у египтян нет А за неразумные помышления их неправды, египтяне все еще По которым они в заблуждении служили бессловесным, пресмыкающимся и презренным чудовищем Языческие боги в обличии животных Ты в наказание наслал на них множество бессловесных животных Служите им — получите Чтобы они познали, что чем кто согрешает, тем и наказывается Принцип естественных последствий Не приходит с каким-то отдельным наказанием Но наказание вытекает из преступления Мне невозможно было бы для всемогущей руки твоей, создавшей мир из необразного вещества Наслад на них множество медведей или свирепых львов Или неизвестных новосознанных лютых зверей Или дышащих огненным дыханием Или не извергающих клубы дым Или бросающих из глаз ужасные искры Которые не только повреждения могли истребить их Но и ужасающим видом погубить То есть ты мог сделать по-разному Да и без этого они могли погибнуть от одного дуновения Преследуемый правосудием Рассеиваемый духом силы твоей Но ты все расположил меру, числом и весом То есть Бог не просто награждает праведника И наказывает нечестивца Но и в этом наказании Как и в этом награждении Его замысел о мире раскрывается Ибо великая сила всегда присуща тебе И кто противостанет силе мышцы твоей То есть твоему действию в этом мире Весь мир пред тобой, как колебание чашки весов Или как капля утренней росы, сходящая на землю Очень легкие колебания чашки весов То есть чуть-чуть груза положил Она опустилась, снял, она поднялась Весь мир настолько же тонко настраивается Богом Ты всех милуешь Как всех, а египтян Так они и приведены к вере Благодаря этим испытаниям Может быть не сразу, не сейчас Но данная им возможность Ты всех милуешь, потому что все можешь И покрываешь грехи людей ради покаяния То есть не просто так, но для того, чтобы они могли покаяться Ты любишь все существующее И ничем не гнушаешься, что сотворил И не создал бы, если бы что ненавидел Тоже важнейший принцип Бог любит все им сотворенное И как могло бы пребывать что-либо Если бы ты не восхотел Или как сохранилось бы то, что не было призвано тобою Но ты все щадишь, потому что все твое Душелюбивый Господь Ну как же, как же Израильтяне освобождены Переходят через море Странствуют по сенаму Египтяне наказаны, многие погибли Это человеколюбие Это что? Это разве не наказание? Более того, он сам только что сказал Как царь во гневе, ты караешь этих отступников Но одновременно он говорит, что и это в будущем на пользу Поскольку, вероятно, книга написана в Александре Египетской Где вокруг как раз эти самые египетские божества И вот все это происходит И очень легко сказать Но мы и сейчас в Египте Мы и сейчас на этих египтян смотрим с отвращением Надеемся, что ты их покараешь Но он говорит, нет, мы ждем, что их ты помилуешь Просто как это произойдет Что это будет Мы не можем сказать Это будет только еще в некоем будущем Но история про развлечение израильтяно-языческих народов Она продолжится в 12 главе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok